Так, добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Азат Ахмешин, генеральный директор компании Пластикана. Мы занимаемся изготовлением пластиковых карт. Пластиковых карт, и вы с собой даже принесли эти пластиковые карты в большом количестве, красивые. Да, да. Целая упаковка, 500 карт, различных пластиковых карт. Ну, вы не занимаетесь, насколько я понимаю, такими карточками банковскими. Хотя, в принципе, вы в тренде. Да, мы занимаемся только в основном дисконтными картами, подарочными сертификатами, пластиковыми визитками и все, что связано с небанковскими картами. Вот. И, собственно, по поводу тренда. Хотел просто уже обозначить свою идею. Я считаю, что в определенной перспективе, это будет 3-5 лет, в конце концов весь мир отойдет от этих дисконтных карт. И все это дело плавно перетечет в смартфоны. Потому что технология NFC, NIRD Field Communication, очень сейчас активно продвигается двумя мощными компаниями. Компанией Google и компанией Apple. Они уже интегрировали это все в свои смартфоны. Сейчас постепенно подтягивается программная часть. Когда эти две вещи соединятся, мы на этом стрии увидим всплеск новых программ, которые будут использовать преимущество этой связи. Соответственно, все дисконтный бизнес трансформируется в так называемые электронные дисконтные карты. Когда я, как клиент какого-то магазина, буду приходить и просто прикладывать свой мобильный номер телефона, мобильный свой смартфон, и мне туда будет заливаться через терминал информация о дисконтной карте. Да, но меня тоже очень сильно интересуют такие карты, как Master Gold, Visa, Сибирская корона. Они тоже перекачивают мобильный телефон? Я затрудняюсь сказать, но тренд именно такой, что карта это же не более чем носитель, а нет более удобного, я считаю, носителя, чем смартфон. То есть, если это правильно сделать, если правильно обеспечить защиту этой связки, то это будет очень удобное в первую очередь решение. А если оно удобное, значит оно приживется и благоприятно воспримется потребителям. Потому что нет смысла таскать большую кучу пластика, когда достаточно просто находиться в зоне действия терминала и просто идентифицировать себя. Вот смотрите, у вас компания, которая доля рынка постоянно растет, да? В общем, но вас не пугает, что тем не менее ваш бизнес умрет? Я бы не сказал, что мой бизнес умрет. Во-первых, он трансформируется и останутся вот эти дисконтные карты, какие-то нишевые проекты, они все равно будут жить. И это будет еще жить очень долго. Потому что любая новая тенденция, любой тренд, он начинает с определенной достаточно малой области потребителей. И пройдет достаточно много времени, прежде чем это станет всеобщим. Но тренд однозначно, он, я считаю, будет именно такой. То есть я не беспокоюсь за бизнес, он просто трансформируется, изменится, может характер проектов, которые мы выполняем, и все будет с ним нормально. Так вот, насчет коммуникаторов. Да. Мне очень интересует Apple, да? Вот и акции. Apple в последнее время стал не очень хорошо акции чувствовать, а это один из двигателей всего сектора высоких технологий. Как вы считаете, какое будущее у Яблока? Трудно заниматься прогнозами, но у меня какое-то внутреннее интуитивное ощущение, что компания Apple столкнется и уже, наверное, сталкивается с огромным натиском конкурентов в лице таких сильных компаний, как Google, как Samsung. Microsoft точно так же не дремлит и предпринимает колоссальные усилия по популяризации своего смартфона и своей операционной системы. И, я думаю, так или иначе это скажется, то есть рынок Apple тоже будет немножко ужиматься, и доля андроида, гугловского, она будет увеличиваться и увеличиваться дальше. Это все будет влиять на настроение инвесторов, которые под влиянием вот этого всей информации будут, естественно, как-то фиксировать свою прибыль, и за счет этого, наверное, акции будут немножко падать вниз. Хотя это неблагоприятное дело, да, да? Да, непонятно. Так вот, непонятно мне все-таки, вы уже думаете, как интегрировать свой бизнес, выпуск этих карточек, которые сейчас на подъеме, с этими суперандроидами всякими? Да, мы думаем. То есть, однозначно идет размышление и уже непосредственно работа по… Я не буду раскрывать всех секретов, но… Откройте один. Ну, ведется разработка программного обеспечения и для iOS, и для Android, программное обеспечение, которое сможет управлять вот такими универсальными дисконтами, так называемыми. То есть, некое решение, которое позволит ритейлу использовать преимущество NFC для более удобной коммуникации с клиентом в плане дисконт. Это очень интересно, потому что тут недавно встречались с Шахаром Смириным, который автор проекта «Выгода.ру», который, ну, калька одного американского такого же проекта. Их много, на самом деле, проекта. А сейчас какое-то такси, режем, что ли, такси, я особо не вникаю, да? Ну, он мне тоже рассказывал, как это идет внедрение всяких инноваций в Израиле, в основном из Израиля, да? Что там, собственно, 30% компаний в Силиконовой долине – это выходцы из Израиля. Потому что в Израиле там государство субсидирует 50-50, вот, да? У нас, если у вас пришла какая-то светлая идея, вы можете рассчитывать на поддержку инвесторов каких-то? Ну, скажем так, это пока не будет готового прототипа, я думаю, особого смысла заниматься поиском инвесторов нет. А поскольку от основного бизнеса денег, средств на развитие нам самостоятельно хватает, мы вот не занимаемся поиском. А если это будет уже что-то действительно готовое и будет прототип, который можно показать, уже с ним можно выходить на различные митинг-поинты, где встречаются инвесторы, и уже презентовать его. Возможно, кого-то это заинтересует. А у вас уже был опыт такой? Опыт? Выход на инвесторов? Нет, непосредственно выход на инвесторы. На прощание покажите несколько ваших изделий, всем интересно. Ну, собственно, различные карточки. Какие сейчас самые популярные? Нет такого понятия, как самые популярные сейчас. Дело в том, что каждый бизнес, он по-своему видит свою карту, и, соответственно, он по-своему предлагает. Хочу видеть так. Кому-то нужно что-то очень простое, кому-то нужны более VIP-варианты. А VIP- это металл или кожа? VIP- это, допустим, требуется обязательно какая-то темная карта, матовая, минимализм. Кто-то хочет, чтобы это было в стиле оформления ресторана и так далее. То есть все очень сильно зависит от непосредственно уже бизнеса, который это дело заказывает. Но большинство заказывают в корпоративном стиле или что-то подходящее по стилю. Спасибо вам за очень интересный разговор. Спасибо.